И подростки, и дети, и взрослые никто не защищен от простуды и гриппа. Только за прошлую неделю в медучреждение региона с признаками ОРВИ обратились свыше 24 тысяч человек. Самая тяжелая ситуация в Иркутске, Братске, Ангарске, Усть-Куте. В нескольких населенных пунктах даже вынуждены были закрыть на недельные каникулы школы и детские сады. О ситуации далее. Три подоконника, 17 парт и скамеек, две дверные ручки. И это только в одном кабинете. С такой нехитрой математикой Екатерине приходится сталкиваться ежедневно. Все поверхности, с которыми соприкасаются школьники, перед каждой сменой протирают водой с дезинфицирующими средствами. Сами кабинеты проветривают. А все для того, чтобы предотвратить распространение ОРВИ. Как результат, в школе заболевших не более 12% от всех учеников. Ежедневная информация о ситуации поступает к педиатру Зои Копылевич. Больше подвержена эта младшая школа. Сейчас первоклассники отпущены на каникулы. Они не только отдыхают, но они еще и разобщаются как раз в период подъема заболеваемости. Есть классы на пороге, чтобы быть закрытыми. Такие классы в одном кабинете находятся. И контакта такого с окружающими нет. Однако меры предосторожности не везде оказались эффективны. 13 школ по всему региону на неделю пришлось закрыть полностью. В шести учебных заведениях некоторые классы. Уровень заболеваемости среди детей в 7-14 лет уже перевалил за эпид-порог почти на 40%. Сложнее всего ситуация на севере области, в Братске и Усть-Куте. Чуть меньше болеют дошкольники. И тем не менее, 7 садов по области закрыты, в 22 не работают некоторые группы. Практически во всех территориях в том или ином проценте эпид-пороги превышены. Но буквально некоторые отдаленные территории с низкой плотностью населения, они пока еще не отреагировали. Но я думаю, что на будущей неделе они также будут вовлечены в эпид-процесс. А значит, высока вероятность, что на вынужденные каникулы уйдут дети из других школ и садов в зоне риска и иркутские учебные заведения. Сейчас на карантине всего один класс. В нем из-за болезни на занятия не пришла почти половина учеников. Остальные пока держат удар. Как дополнительную меру профилактики в некоторых школах используют вот такой рециркулятор. Он может работать даже во время занятий. Стоимость прибора немаленькая, около 15 тысяч рублей. Зато и эффект того стоит. Практика показывает, что в классах, где он установлен, дети болеют гораздо меньше. Однако дать стопроцентную гарантию от болезни не могут даже самые современные приборы. И пока взрослые решают, как остановить распространение вируса, дети закаляются самостоятельно. И никакие цифры статистики их не пугают. Алена Полоненко, Михаил Глызин. Новости по будням.